Этот открытый диалог войдет в историю как один из самых малочисленных. Зал оказался практически пуст, без дебатов и ярых выступлений. Вопросы из зала все же звучали, как звучали и ответы со стороны руководства аккумуляторного завода. Расчеты были изначально в проектную документацию. Никто что-то не скрывает, что проектная организация сделала расчеты на максимальной эффективности работы всего, на идеальных условиях. На практике это такого не бывает. То есть пересчитали по вилке, то есть минимум, максимум. То есть сейчас моделировали самый худший вариант, который может быть. И вот уже в части корректировки перестроили весь проект и расчеты. И вот и был просчет в том, что взяли, да, хотели быть самыми лучшими, взяли все лучшие, максимальной эффективности работы газочетного оборудования. Вот здесь, наверное, и был какой-то просчет. В начале мероприятия Дмитрий Бутов рассказал, что у компании есть положительное заключение государственной экологической и строительной экспертиз. Далее участников встречи ознакомились с документацией на строительство. Были обозначены основные позиции по теме экологичности предприятия. На этом этапе компания ручается за то, что будет контролировать весь это производство, а также безопасность людей, которые придут сюда работать. У нас это приоритет, охрана труда и экология, это первый приоритет. И мы тоже переживаем за наших работников и за жителей, которые живут на прилегающих территориях. И мы сделаем все возможное со своей стороны для того, чтобы сделать этот завод максимально безопасным для всех, кто каким-либо образом с ним связан. Раз проходила главгосэкспертизу, прошло уже объект, то есть он соответствует нормам законодательства. То, что мы можем говорить, или не химики, какие-то разные суждения, это все о пустом говорит. Есть нормы законодательства, предельно допустимые концентрации. Их установлены по министерствам здравоохранения, их никто не поменяет. Я посмотрел, все аналогичные, Россия, Украина, Прибалтика, все такие же нормы. Санитарно-защитная зона 500 метров, она везде такая, во всем мире такая. Всех, кто хотел бы лично познакомиться со структурой завода, руководство предприятия пригласило к диалогу уже на текущей неделе. Что будет дальше, покажет время.